Вот сейчас у нас на столе пишет машина Робоатрон 202 И в этом видео мы поговорим о том, как устранять неисправность с поводу перевода каретки То есть если каретка переводится слишком слабо Или переводится нормально, но Вот когда к началу доходит, то перевод ослабевает То есть может быть даже такое, что она Что машина тянет каретку тросом Но силы не хватает для того, чтобы она прощелкнула механизм И чтобы намотка отключилась Это часто бывает у тяжелых кареток То есть на формат А3 альбомно, большие каретки И вот просто переводим каретку консоли Так вот на середине как-нибудь листа И нажимаем перевод И оно переводится не вот так, как здесь, допустим, идеально А издается такой специфический шум Моталка, она включена То есть машина тянет каретку И просто не хватает машине силы, чтобы довести ее до конца И отшелкнуть этот механизм Значит, что делать? Как я уже говорил в ремонте В видео про ремонт Optima M100 Здесь вот у нас на этом роботроне Это почти они так же одинаково устроены Просто роботрон 202 Это более модифицированный Optima M100 Вот, здесь у нас два шурупа, значит, есть Которые нам нужно отрегулировать В отличие от Optima M100 У нас есть вот этот вот еще Нижний шуруп Это у нас Переключение строки И затяг бумаги То есть это вот эта вот клавиша Когда мы на нее нажимаем Машина Поворачивает вал На строящий интервал Установленный вот здесь Вот То есть это от одной до трех срок Вот И Вот этот вот Шурупчик Он отвечает Он отвечает, грубо говоря, за силу С которой машина будет Как бы Выполнять эту функцию То есть если он установлен слишком слабо То тогда машина Хотя, конечно, вот в этом случае Оно редко бывает Но машина тогда просто Не совсем сможет Значит, переключать строку Или будет это делать недостаточно Вот Ну и как я сказал С этим проблем нет уже То есть вот здесь вот у нас Все, как правило, установлено Нормально, исправно Но я все равно На всякий случай Выкручиваю все эти дела И устанавливаю все это заново Вот Потом поговорим, значит Про перевод строки И о скрытых моментах Так сказать До которых Ну, возможно Вы не сможете догадаться Если у вас, как бы Вы не механик Не занимаетесь так вот Часто механикой Вот Значит Если вот этот вот шурупчик Сначала посмотрим лучше Что происходит здесь вот При переводе каретки То есть мы ее переводим На конец И, значит Смотрим сюда Так, наведем резкость Для начала То есть машина Прижимает вот эту вот планку Она прижимает шкив Вот этот вот И тут вот такой вот Слой есть Не знаю, что это правда Заматериал Вот он прижимает Вот это вот Вращающееся колесо С покрытием Вот к этому А вот это Это у нас здесь находится трос Это у нас моталка То есть этим вот тросом Машина тянет каретку Когда ее нужно перевести Допустим На начало Вот Смотрим, что здесь происходит Наводим резкость Вот видите Ну тут, конечно Это блестящее Вот это вот Вот это вот место Ну, в принципе Вот Вот это вот Тут, в принципе Видать можно было То есть попробуем Сами Пальцем Прижать Вот это вот Все дело И посмотрим Что случается Прижимаем пальцем И машина переводит каретку Вот Ну, машина Это тоже самое делает Только она делает Это сильнее Чем я Сейчас вот пальцем Тут все-таки Как бы Это посильнее делать В принципе и надо Вот Ну вот что делать Допустим Когда У нас здесь Все установлено Достаточно правильно Здесь вот Зазор минимальный В принципе Должен быть Довольно-таки минимальным То есть здесь у нас Минимальный зазор Здесь у нас Все тоже Установлено как надо Каретка переводится С достаточной силой Но вот Ей не хватает сил Для того Чтобы вот Защелкнуть Вот этот механизм То есть здесь вот Видим Если переводим На начало Каретку Этой машины То вот От этого момента Вот тут Немного такое Усиление Есть Это вот поршень Собственно Поршень здесь вот Внутри находится Который смягчает Удар Каретки А полеустановитель Когда она Переходит На начало То есть вот Посмотрим Она довольно-таки Сильно переводится И тогда бы Здесь вот Грохот Такой вот был Поэтому Собственно и поршень Поршень этот большой И выходит Он вот здесь вот Возьмем Отвертку Вот Вот эту вот часть Это тот самый поршень И здесь Есть у нас Вот такая вот Отверточка Шурупчик Отверточка И вот эта вот Заслонка Такая небольшая И здесь у нас Такая вот Дырдочка Откроем значит Дырдочку И посмотрим Что будет Если перейдем Каретку без нее О Слышим Грохот Это вот Как раз таки От того Что вот эта вот Дырочка Она у нас Открыта И отсюда Воздух Выходит Беспрепятственно Мы сейчас Закроем Дырочку Так вот Чуть-чуть Немного Затянем Шуруп Отверткой Вот Затянули Шуруп И Снова Перевоем Каретку Вот Сейчас уже Грохот Поменьше Стал Конечно Грохот Вот этот Звук Приземляющийся Так сказать Это вполне Все нормально Но когда он Слишком сильный То тогда Вот эту вот Дырочку Нужно уменьшить Тем что мы Перемещаем Значит Сослонку И затягиваем Шурупчик Чтобы оно Так все и осталось Вот Но если у нас Здесь справа На намотке Все Установлено Правильно И мы переводим Все равно Каретку Как правило Большая Я уже говорил Это А3 Альбомно В основном У этих кареток Такая проблема Вот Мы переводим Каретку И машина Вот Не хватает Ей силы Она там Что-то тянет Гудит Вот здесь Вот все И она не может Перевести То есть Вот это вот Это вот Здесь вот Дырочка Это наоборот Слишком маленькая То есть Это такой вот Тонкий Момент Подводный Камень Так сказать У этой машины Вот Так что Когда мы Устанавливаем На роботроне 202 Optima M100 Силу перевода Каретки То мы смотрим Прежде всего Сюда Устанавливаем Здесь вот На шурупчике И здесь вот На поршне Вот Если мы допустим Сильно затянем Вот этот вот Шурупчик То Вот это вот Немного кривоватое колесо Которое ему в принципе И позволено быть Немного кривоватым Оно может издавать Такой звук Как вот допустим При перемотке Кассеты на магнитофоне Вот Это конечно Тоже не совсем нормально Поэтому так сильно Затягивать не стоит Машина должна работать Беспрепятственно Свободно Без каких-либо Вот этих вот Звуков Перемоток Кассет Так сказать Вот То есть Первым делом Устанавливаем здесь Смотрим Чтобы каретка Переводилась С достаточной силой И во вторую очередь Мы устанавливаем Вот это вот Вот это вот Отверстие Значит На Поршни Чтобы Чтобы как бы Оно было достаточно Что это тут У нас Что-то нашел Чтобы оно было Достаточно Маленьким Достаточно большим То есть Чтобы имело Оптимальный Нужный для этого Размер И тогда перевод Каретки будет Производиться Как бы Нормально Попробуем Допустим Значит сейчас Перевод каретки Еще один Вот Все у нас Тут хорошо Правда Немного Этот грохот Слышен Немного сильно Но Это Как я сказал Нужно Немного Уменьшить Вот это Отверстие Что я в принципе И сделаю Потом Когда у меня будут Две руки Свободны А не одна Потому что Одну я держу Телефон Вот Значит С этим Мы разобрались Поскольку я уже Разобрал эту машину Мне тут ее подстроить Надо было Расскажу Про цветность Как установить Цветность У этих Пишущих машин Не знаю Конечно Как в русскоязычных Вот В странах Но У нас здесь В немецком Шрифта Немного Поменьше Будет Поэтому Здесь Можно себе Позволить Ленту В 13 Миллиметров Стандартную У меня Здесь и стоит Такая 13 Миллиметровая Вот Поскольку Кстати Я уже Установил Здесь все Это я тут Не буду Это излишне Тут еще Раскрутить Все это Раскручивать Заново Тут настраивать Просто покажу Так сказать На пальцах Переводим Значит Каретку Вот Это у нас Кстати Клавиша Она у нас Подымает Лента Водитель Когда мы Меняем Ленту Допустим То Переводим На красный Режим Затем Нажимаем Вот эту Кнопочку И Лента Водитель Подымается Вот так Вот таким Образом Мы меняем Ленту После того Как мы Поменяли Ленту Убираем Кнопочку И переводим На черный Цвет Или какой У вас там Зелененький Какой хотите В общем Ну можно Конечно И белый Но тогда Лента Вообще Подыматься Не будет Вот Смотрим Сюда То есть Пробуем Печатать То есть Мы видим Что у нас Тут происходит Переключим На красный Переключаем На красный То есть Совсем до упора Где-то у нас Буква Х Х Вот То есть Мы видим Здесь Вот у нас Таким Вот Образом Тут нажимают Там Ребенка Такая Есть Внизу Вот Продольная На нее Нажимают Значит Не Ее Подымают Рычаги Вот эти Вот Которые Приводят Литеру Движения И тогда Лента У нас Подымается И машина Печатает Букву Через ленту Вот И Вот этот Вот Рычаг То есть Такая Как бы Палочка У нас Это Она Приводит Движение Собственно Сам Лентоводитель Он Подымается Здесь Вот Тут Вот Внутри Машины Она здесь Проходит И Лентоводитель Подымается То есть Для того Чтобы нам Выставить Нужный Цвет Нужно Допустим Напечатать Взять Лучше всего Конечно Восьмерку Опустить Сегмент Взять Восьмерку И Нажать На нее То есть Напечатать И когда Она еще Не успеет Долететь Отсюда То есть Вот так Вот ее Подгибать Отсюда Это Это Нельзя И не надо Этого делать Потому что Здесь вы можете Даже что-нибудь Покнуть Или поломать То есть Далеко Не советую Этим Заниматься Вот Нажимаем Восьмерку И когда Она еще Не долетит До отсюда Просто Подкладываем Палец Какой-нибудь Палец Лучше И Ловим Ловим Значит Литеру Восемь У меня Она Тут немецкая Машина Поэтому Мне Нужно Опускать Сегмент Литерную Корзину То есть А в русском Языке Там наоборот Нужно Оставить Верхний Регистр Или как Нижний Нижний Называется На русском Хоть знает Нужно Оставить Короче Литеру Так Чтобы Чтобы На данный момент Когда мы Печатаем Было Вот это Нижнее Терре Подчеркивание Ловим Машину Прислоняем Тогда У нас Будет Поднята Лента И так Мы ее И оставляем То есть Держим Литеру Прижатой К листу Здесь У нас Нужно Шурупчик Этот Открутить Тогда Просто Лентоводитель Можно будет Брать И свободно Двигать Как мы Этого Хотим Тогда Нужно Прижать Литеру К листу Не сильно Конечно Чтобы Там Можно Лентоводитель Было Подвигать И Устанавливаем Лентоводитель Так Чтобы Вот это Нижнее Терре Было В самом Низу Так Вот Черные Зоны Чтобы Там Можно Было Еще Что Немного Напечатать Вот Тогда Держим Лентоводитель На нужной Позиции Чтобы У нас Была Черная Зона Потом Держим Восьмерку Сюда Все Это Прижимаем Одной Рукой Правой Лучше Конечно Если Вы Правша Конечно Держим Одной Рукой Вот Это Вот Дело А Второй Рукой Здесь Мы Затягиваем Шуруп То Есть Затянули Шуруп Вот Этот Вот И Все Это Дело Можно Опускать Потом Берем Подчеркиваем Подчеркивание Должно Быть Идеальной Черной Линией Как Мы Это Видим Здесь Если У нас Черно Красное Тут Чередуются То Это Значит Что Лентоводитель Вы Установили Слишком Высоко И Нужно Переделывать Вот Это Все То Это Может Не С Первого Раза Получиться Но Оно Может Получиться Как Обязано Получиться Короче Говоря Вот Обязано Получиться Потом В принципе Когда Мы Здесь Все Установили Вот Это Вот Снова Попробуем Печатать То Переводим Каретку На Начало И Печатаем Длинные Символы Которые Уходят Вверх В длину Это У нас Дробь Семерка Умлауты На немецком Языке И И И Э Вот Это Вот Ну Допустим С Какой Нибудь Там Процинтики Вот Оно Все Должно Вот Так В принципе Получаться И Все Если У нас Все Получается Идеально То Мы Установили Ленту Правильно Значит Дальнейшая Проверка Как Мы Установили Ленту Переключение На красный Цвет Сегмент Опускаем Подчеркиваем Все То есть Здесь У нас Подчеркивание Тоже Идеальное А На красный Цвет Вот Иксы Дроби Делаем Циферки И И Все То есть Если У нас Здесь Все Хорошо Установилось У Буков Нет Черных Верхов То Все То Можем Считать Что Мы Установили Цветность На этой Машине Идеально Я Я В принципе Вот так И Установил То есть Мы Видим Да Так же И вы Должны Стараться Установить То есть Я Уже Сказал Как Это Делается Потом Как Это Проверяется Просто Потом Можете Попечатать Блять Попечатать Всякие Буковки Циферки Символики И Все И на том У нас Как бы С Установлением Цвета Закончено Вот Закончили Вот Это Дело Значит Для того Кстати Чтобы проверять Все это Дело Машина Естественно Должна Работать Быть Включенной Но Здесь У нас Есть Вот Такой Предохранитель Который Не дает Машине Включиться Когда На ней Нет Щитка В таком Состоянии Понятно Тут Никакой Щиток Невозможен Поэтому На время Ремонта И Обслуживания Мы Привязываем Чем Нибудь Вот Этот Предохранитель Сюда То есть Чтобы Он Был Туда Как Бы Вот Там Все Привязываем Предохранитель На Ус Вот Ну В моем Случае Это Вот Это Вот Как Бы От Кабеля Тут Кабеля Кабеля Вот Эти Ложат Заматывают Этими Проволочками В Оплёточках И В Принципе Оно Тоже Сюда Оптимально Пойдет Выдержать Выдержат Потом Заодно Поговорим Про то Как Устанавливать Переключение Не Переключение Регистра Это уже Потом Сейчас Сейчас Поговорим Все таки Об этом Сейчас Раз уж Я Игромашину То Собрал Так К ней Будет В принципе Сложновастенько Подобраться Вот Переключение Регистра Это у нас Как мы Видим Здесь Находится Оно Вот У нас Вот Эти Вот Отверточку Отверточку Вот Взяли Слишком Большая Отверточка Вот Здесь У нас Видим Вот Эти Вот Штучки Такие Резиновые Это Гуми Пуфер По немецки Резиновый Буфер По русски Вот Оно Должно Смягчать Удар То есть Когда То есть Сегмент же Он с силой Так вот Переключается У нас Вверх Вниз И когда Он Ударяется Вот сюда Вниз То Вот эти Вот резиновые Подушечки Они смягчают Удар Смягчают Шум Вот Может Конечно Быть Такое Что Конкретно На вашей Машине Эти подушечки Они уже Все Как бы Им Пизда Тогда Мы просто Выкручиваем Вот эти Старые Отработанные Буферы И Вкручиваем Сюда Какой-нибудь Просто Шурупчик С гаечкой Чтобы все Это Потом Закрутить Но Это Делаем Очень Осторожно Потому что Если вы Здесь Перекрутите Вот этот Шурупчик Который Сверх Вот Тогда У вас Просто Вы нажмете Приключение И машина У вас Звук Будет Очень громкий Противный Издавать Это Во-первых Звук Громкий Но это Не самая Большая Беда Здесь у нас Резиновые Для тех Резиновые Пластмассовые Пластиковые Такие вот Колесики Которые Отвечаются Переключения То есть Это Очень Плохо Будет Очень Плохо Если У вас Вот Это Будет Визжать Машина При Переключении Тогда Значит В общем Не надо Этого Делать Как Нужно Делать Это Просто Нужно Совсем Все Это Дело Выкрутить И Сегмент Опустить Потом Вкручивать Сюда Вот эти Шурупчики И потихоньку Помаленьку Поднимаем Здесь Кстати С этой стороны Тоже Самое Абсолютно И потихоньку Помаленьку Закручиваем Шурупчики И поднимаем Регистр То есть Чтобы у нас Было Ориентирование Как это Все должно Происходить Как нам Нужно Выставить Переключение Это Печатаем Просто Маленькие Буквы Их Допустим Х русская Их Немецкий Без разницы Вот Напечатали Значит Эту Буквы И Опускаем Сегмент Затем Здесь С двух сторон Там и там Вкручиваем Эти шурупчики Постепенно И поднимаем Регистр Этими Закручиваем Шурупчиками И пока У нас Буквы Не будут На одной Высоте То есть То есть Вот У нас Допустим Здесь видно Я тоже Все это Дело Выставил Так Чтобы оно Было Как надо Вот И Так же Он Должно Быть У вас Значит Если Регистр Находится Слишком Низко Или Слишком Высоко То Тогда У вас Буква Будет Пропечатываться Неравномерно Одна Половина Будет Слишком Слабая Другая Половина Наоборот Дыроколить Пробивать Лист Будет То есть Здесь Тоже Нужно Смотреть Ориентироваться И все Это Переключать Усценавливать И На это Дело Мы Можем Истратить Даже До Целого До Целой Половины Листа Пока Мы Будем Все Это Вот Так Вот Так Вот Проверять У нас Может Вполне Себе Уйти Половина Листа Так Что Запастись Крыться Терпением Нужно И взять Какую Бумагу У которой С другой Стороны Какая Нибудь Абсолютно Ненужная Хуйня А с другой Стороны Белый Лис Для Того Чтобы Нам Было Не Жалко Опять И портить Бумагу Вот Ну Как я Сказал Вот Подчеркивание Оно Тоже Должно Быть Идеально На Переключение Ну В первую Конечно Очередь У нас Как бы Решают Буквы То есть Здесь Мы видим Идеально Все Выставлено Ну Естественно Переключение Регистра Там Подчеркивание Цветность И бла-бла-бла Вот В принципе В принципе Все Я думаю Ну Если Там Вопросы Есть По этому Дело То Задавайте Конечно В комментариях Или В мой Контакт Вот Опционально Значит Опционально Можно Промаркировать Вот Эти места То есть Гайки Конечно Затянуть Но Не сильно Носок А рука Позволяет Криться То есть Вы можете Порвать Резьбу Здесь Значит Затянули Гайки Все Здесь Закрутили И Закончили Затем Берем Самый обычный Какой-нибудь Дешевый Такой Ногтевой Лак Ну Я Поскольку Это Часто Этим Занимаюсь Ремонтом У меня Лак Этот Ногтевой В принципе Имеется Красный И зеленый Вот Здесь Тогда Вот Эти Вот Гайки Просто Маркируем Вот Этим Ногтевым Лаком И Все Снизу Тут Немного Посложнее Будет Так Что Здесь Нужно Будет Снять Каретку Снять Каретку Выхватить Плосогубцами Вот Наподобие Таких Вот Шуруп Дальше Там Все Это Крутить То есть Это Очень Сложно Довольно Так Нижний Нижний Вот Этот Вот Буфер Вот Подстраивать Это Сложно А верхний Верхний Это Вполне Себе Доступно Они Находятся Даже Не надо Вот Так Как У меня Разбирать Машину Вот Ну В принципе В принципе И все Часть первая Этого ролика На том Крыса Закончена